Привет, ребят! С вами Полина Червова, и я очень рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих» с Полины Червовой. Это моя собака Луна, и она снимается в роликах вместе со мной. Сегодня мы с вами поговорим про исчисляемые и неисчисляемые существительные, а также про существительные, которые в русском языке считаются исчисляемыми, в английском нет, и очень часто новички допускают ошибки как раз таки с этими существительными. Итак, исчисляемые существительные — это все то, что можно посчитать. Когда вы можете сказать, например, один дом, два дома, три дома, один телевизор, два телевизора, три телевизора — тут все логично. Неисчисляемые существительные — это те, которые посчитать невозможно, то есть все сыпучее и льющееся. То есть, например, «гречка», «молоко», «сахар», «вода», «деньги» — мы не можем посчитать, потому что я не могу сказать «две гречки» или «две деньги» или «три деньги». Мы не можем сказать «два молока». Конечно, мы можем так сказать, но это будет некорректно. Правильно говорить — это один стакан молока, одна пачка молока, две пачки молока, три рубля, да, потому что деньги — это неисчисляемые существительные, а уже валюта — рубли, доллары, евро и так далее — это исчисляемые. Мы можем сказать «одна пачка гречки» или «две пачки гречки». То есть, когда вы просто говорите «гречка», «молоко», «вода», «сахар», «соль» — это неисчисляемые существительные. Вы можете сделать их исчисляемыми, добавив какие-то меры — пачка, стакан, ложка и так далее. Также хочется обратить внимание на те существительные, которые иногда вводят в заблуждение учеников. Давайте подумаем, например, «знание», «knowledge» — это тоже неисчисляемые существительные, да, потому что знание невозможно посчитать. Также «тепло», «heat», «weather», «погода», «cold», «холод» — все эти существительные, они неисчисляемые, мы тоже их не можем посчитать. Они вроде бы не льющиеся и не сыпучие, но они тоже неисчисляемые, поэтому будьте с ними, пожалуйста, осторожнее. Итак, теперь существительные, которые в русском языке считаются исчисляемыми, а в английском — нет. Я не думаю, что мы успеем их все разобрать сегодня, поэтому продолжение, скорее всего, будет в следующем видео. Итак, первое существительное — это «advice», «совет». «Advice» — это неисчисляемые существительные в английском языке, хотя в русском мы можем сказать «Он дал мне два ценных совета». В английском языке мы не можем сказать «two advices», «no», «never». Мы можем сказать «one piece of advice» или «a piece of advice» — кусочек совета, или «two pieces of advice», «three pieces of advice» и так далее. То есть, если вы хотите уточнить, сколько вам советов дали, если вы хотите прямо это подчеркнуть, то вы используете слово «peace». Но если вы просто говорите «он мне дал классный совет», «ценный совет», то вам не обязательно добавлять слово «peace». Получается «he gave me good advice» — «он дал мне хороший совет». Или вы можете сказать «he gave me some advice» — «он мне дал совет». Местоимение «some» мы можем использовать перед неисчисляемыми существительными. По сути, вы переводить даже здесь не обязательно. То есть, вы можете сказать «he gave me some advice» или «he gave me good advice», «he gave me awesome advice» — «он дал мне клёвый совет», «классный совет». То есть, ни в коем случае не ставьте там цифру «one, two, three, four» и ни в коем случае не ставьте артикль «a», потому что это признак исчисляемых существительных. Следующее слово, которое является исчисляемым в русском и неисчисляемым в английском — это слово «news» — «новости». Смотрите, news с окончанием «s» кажется, что «ога, новости, множественное число, значит, всё в порядке». Да, это исчисляемые существительные. Но нет. Это неисчисляемые существительные. Мы тоже не можем сказать «he told me two news». No, never. Мы можем сказать «he told me two pieces of news». «Он досказал мне две новости». Но это опять, если вы хотите подчеркнуть количество новостей. Если вы просто хотите сказать «вау, awesome news! Крутые новости! Супер! Отличные новости!» То здесь вам ничего не нужно ставить. Просто «awesome news» или «some news» и так далее. Если вы хотите добавить прилагательное к слову «новости» или «совет», например, то есть сказать, что это был хороший совет или интересная новость, и вы хотите еще использовать слово «peace», то добавляйте свое прилагательное к слову «peace». Например, «he told me an interesting piece of news». «Он досказал мне интересный кусочек новости». Звучит жутко. Но именно так мы строим предложение. Или если с советом, то вы говорите «he gave me two good pieces of advice». Он дал мне два хороших совета. Я надеюсь, что вы не запутались. Давайте подведем итог к всему тому, что мы сегодня узнали. Мы узнали про исчисляемые, неисчисляемые, существительные. Про то, что исчисляемые – это все то, что мы можем посчитать. Есть маленький лайфхак. Скажите, «две футболки, три футболки, четыре дома, пять домов». Но если вы не можете сказать «два молока, три деньги», то значит, это неисчисляемые, существительные. Неисчисляемые, существительные – это все то, что льется и сыпется. Также что-то абстрактное, типа знания, погода, тепло, холод и так далее. И, кстати, все неисчисляемые, существительные являются единственным числом в английском языке. Обратите на это внимание. То есть, если вы используете неисчисляемые, существительные, то мы используем с ним глагол «to be» в единственном числе. Например, «this milk is tasty» – это молоко вкусное. Несмотря на то, что здесь может быть море этого молока, да, оно может разливаться просто по столу, но оно будет в единственном числе, потому что все неисчисляемые в единственном числе. И я использовала глагол «to be» – «is» в форме единственного числа. Также мы с вами узнали, что «advice» и «news» – это неисчисляемые существительные в английском языке. И если мы хотим подчеркнуть две новости, три совета, то мы используем solo piece. «Three pieces of news», «Two pieces of advice». Если вы хотите сказать две интересные новости, то говорите «two interesting pieces of news» или «two good pieces of advice» или «два хороших совета». На самом деле, это несложно, главное к этому привыкнуть. Попробуйте сейчас закрепить материал и сделать коротенькое упражнение на последнем слайде. Свои ответы пишите в комментариях, чтобы я могла проверить и дать вам обратную связь. На следующем уроке мы разберем еще несколько существительных, которые такие являются tricky, и которые в русском языке считаются исчисляемыми, а в английском нет. Или они считаются и исчисляемыми, и неисчисляемыми в разных ситуациях. Короче, до встречи на следующем уроке, ребят. Я буду очень рада вас видеть. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы мы всегда были на связи. И до встречи в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok